Приветствую всех, всех любителей кулинарии и творчества. И пока мои картины сохнут, я от них тоже отдыхаю. Хочу с вами поделиться в этом видео рецептом крылышек в рукаве. Куриные крылышки в рукаве. Заправка будет мед с лимоном. Очень вкусно, очень обалденно. У меня организм очень прихотливый, очень чувствительный к разной еде. И я нашла для себя универсальный такой вот рецепт. Мне очень нравится и спешу с вами поделиться. Итак, у нас тут куриные крылышки. Примерно 12 штук. Я уже их помыла. Что я сюда добавляю? Вот у нас соль. Соль примерно 2 чайные ложки. Это даже не чайные, это такие кофейные маленькие ложечки. Можно даже полторушечку. Хорошо. Так, карри добавляю. Карри не острый, нежный. Острый я не люблю и мне нельзя острый. Вот так вот щедренько. У нас их тут 12 штучек, то можно щедро насыпать. Понравилась мне вот такие травы Греции. Сюда входит шоснок и лимонная трава. Тоже такой вот приятный запах и привкус придает блюдам. Есть еще травы до мясных страв, то есть до мясных блюд. Добавлю немного. Они не острые, но что-то там... К мясу то, что надо. И сначала вот это все я перемешаю. Потом отдельно подготовлю мед с лимоном. Перемешиваю чистыми ручками. Так вот поднимаю снизу крылья. Так вот перемешиваю. Тщательно вымешиваю. Чтоб каждая крылышко у нас промазалась солью, специями, травами. Кто, конечно, любит поострее, тот насыпает в себе, добавляет перец черный, красный на ваше усмотрение. Естественно, можно добавлять и горчицу. Кто любит, опять-таки, острое, добавляет острую горчицу. Кто более любит нежные блюда, как я, добавляет нежненькую горчицу. Но этот рецепт у меня без горчицы. Он у меня с медом и с лимоном. Ланьше я делала просто с медом. Мне нравился этот сладкий вкус, привкус. Очень пикантный вкус. Пряный вкус. Очень здорово. Мне нравится. Стала добавлять последние разы лимон. И это просто что-то с чем-то. Это обалденно. То есть лимон с медом так вкусно сочетается. В мясных блюдах это нечто. Что я вам очень советую, рекомендую попробовать такую заправку. Ваши любимые травы, соль и мед с лимоном. Тщательно перемешали. Даем мясу немного отстояться. И пока оно отстаивается, я приготовлю нашу заправку из меда. Все. Стоим. Так, достали банку меда своих запасов. И такую щедрую ложку берем. У нас 12 крылышек. Если у вас меньше, то берете, естественно, меньше. Я вот такую хорошую ложечку. И у нас подготовленная, уже кипяченая вода, тепленькая. Заливаем. Давай. У нас горячая. Ничего страшного. Давай сюда. Можно и горяченькой. Все. Наливай. Чайничек закипел. Все-чуть постоял. Все. И можно мед уже разводить в такой вот сладенький сиропчик. Получается у нас сладенькая водичка из меда. Кстати, вот такую вот сладенькую водичку, сладенькую сиропчик из меда делаю тоже в Турции для своих пирожен. Таких, что вот такие аж они мокрые. Это они вымакивают в таком вот сиропе. Если я не ошибаюсь. Ну, вроде бы, да. Вот. У нас уже размешался мед. Водички растаял. В принципе, можно еще чуть-чуть меда добавить. Все. Закрываем мед, убираем, прячем его до следующего раза. Теперь сюда мы можем добавить лимон. Или в эту же посудину, или сразу в мясо. Кстати, этот рецепт может подходить не только как для крылышек, да, таких, так и для окорочков, гомилок, то есть других частей тела, курицы, и курицы, и другого мяса, и свинины, и телятины, и индюшатины. Я люблю очень крылышки, потому что в них меньше жира. Вот. И они довольно-таки вкусненькие, нежненькие получаются. Так, а теперь, ребята, добавляем лимон. Но на сегодня в нашем холодильнике лимона не оказалось. Его кто-то подло съел. Я буду делать из лимонной кислоты, харчевое, это пищевая лимонная кислота, нашу такую вот смесь к мясу. Буквально чуть-чуть беру вот. Это чайная ложка и буквально на кончике, вот она вот, совсем чуть-чуть, в кружечку добавлю, разведу в кипяченой водичке. Чуть-чуть воды добавляю. Перемешала. Теперь в холодной водичке. Чтобы можно было попробовать, какой она там... Чтобы не сильно кислючая она у нас получилась. Так, разбавили. Ля-х! Какое она кислое! Конечно, идеально, чтобы это был лимон. Берете пол лимона, режете еще на половину и четвертую часть лимона, просто выдавливаете сюда. Все, можно даже вместе с косточками. Все, так вот этой смеси мы все выливаем, а так. Ложе 5-6 вылили. Перемешиваем. Пробуем, в принципе, на вкус, какой она у нас получилась. Можно еще добавлять. Так, все вылью. Все, что. Ммм, все, что надо. Кисло-сладко-терткое такое получилось. Так, теперь выливаю. Вот так вот и выливаю полость. Она уж утонула все в этом. Все, красота. Вот, закрылась вверх. Все, так вот, чистыми ручками. Все, все чинно и благородно. Перемешали. Можно дать ему еще чуть-чуть постоять. Можно, в принципе, сразу заправлять в рукав и отправлять в духовку. Все, пока в этой жиже наша курица крылышки купаются, впитывает в себя этот сок. Мы подготовим рукав. Вот у нас противень, вот у нас рукав. Рукав должен немного больше, вот так вот, чем противень быть, выглядывать. Видите? Вот, и есть специально с рукавом продаются такие вот зажимчики. Они отрываются, отделяются друг от дружки. И мы один конец берем, завязываем. Высыпаем туда курятину и завязываем следующий конец. Сейчас будет очень громко шелестить. Что такое? Все, давай. Замотали? Все. Нет, да, вот так вот. То есть обмотали круг. Все. Обмотали вот так вот кружочек. Кружочек. Обмотали вокруг. А здесь кончики вот так вот закручиваем. И вот сюда мы будем насыпать нашу курятину. А теперь вот эту жижу мы тоже туда отправляем в руках. Не бойтесь, вареная она не получится. Она получится даже очень мягенькая, вкусненькая и сверху с корочкой. Все. Вот этот второй конец мы тоже закрываем таким пооборотом. Давай я закручу, чтобы видно людям было. Можешь хвостик этот держать? Спасибо. Люля. Вот так вот, люди, смотрите. Раз. Два. Три. Все. Никакой высшей математики. Очень легко закручивается и очень легко держит. Что кто-то узлы крутит, еще что-то. Все. Оно вот закрутилось. Теперь. Как отмотимся? Как отмотимся? Воспределили. И нам нужно сделать дырочки здесь, чтобы выходил пар. Ножницы. Беру маникюрные ножницы. Рукав этот очень прочный. То есть, если вы сделаете дырочку, она не падет. То есть, это нужно просто очень сильно делать дырки, чтобы она у вас разорвалась. А так она не разорвется. Сумма много для этого не надо. Чтобы сделать нормальную дырочку. Все. Сделали штучек сейчас. И будет выходить пар. И отправляем примерно все это на час. Где-то через 40 минут можно заглянуть, что там с ним происходит. Какого цвета мясо. Если оно уже румяное, такое хорошенькое, можно подержать еще 10-15 минут. И когда возьмется корочка, можно уже будет выключать. Пока у нас будет готовиться курица, у нас также готовится пюрешечка в кастрюльке. Отправляем. Закрывай. Отправляем. Закрывай. Это все красота. Примерно минут 45. Давайте посмотрим, что у нас там творится. У кого газовая плита, вот мы на четверочке готовим. Это примерно 180 градусов. Если у вас электрическая плита или по градусам разделено, у нас это четверочка. Так, смотрим. Горячее. Вот. Уже там такое красивенькое, подрумянилось. Минут где-то 10-15 и оно уже будет готово. Даже через минут 10 можно будет выключить и оставить вот так вот в духовке. Вот так вообще ничего не видно. Оставляю пока. А пока доготавливается курочка. Вот картошечка у нас сотворилась и я сделаю пюрешечку. Вкусную, обалденную пюрешечку без комочков. Чтобы пюрешечка получилась без комочков, нужно нам больше воды. Сейчас я чуть-чуть воды отолью. Где-то половины, сколько тут есть. И буду перемешивать картошку. Если вижу, что воды недостаточно, я буду добавлять. Берем кружку и выливаем воду. И вот у нас. Вам еще вода есть. Сейчас я буду перемешивать картошки. Сразу я добавляю масло. Режу вот так вот масло. И кидаю кусочками. Кто-то добавляет яйцо, кто-то молоко. Я чисто на воде с маслом. Это все я перемешиваю. Вот, чуть-чуть перемешали. Сейчас она вот такая. Теперь нужно хорошенько вымешивать. Подольше. Чем дольше вы мешаете, тем меньше комочки. И так нужно доводить, чтобы их вообще не было. Все. Вот видите, теперь она вот такая. Уже более густая. И я доливаю ту воду, которую... Доливаю ту воду, которую наливала в кружку. Где-то пол кружки. Вот у нас сколько жижи там. И мешаем опять. Все, картошечку я вымешала. Вот она вот такая получается. Желтенькая, красивенькая. Вот такой вот консистенции. Мне очень нравится картошка. Все. Накрываю крышкой. Все. Пусть отдыхает картошка. Вот так вот. Я к бабушке все лироплю. И я так сроплю. И так, пока мясо у нас готовится. Картошечка уже отдыхает. Я настругала вот такой вот салат. Весенняя радость. Обожаю этот салат. Свеженький. Вообще вторые блюда у меня всегда сопровождаются вот таким вот летним весенним салатом. Тут и помидор, и огурчик, и пекинская капуста. Петрушечка с укропчиком. И один зеленый лучок. Так, подсолила. Если есть лимон, выжали лимон. И все, блюдо готово. Очень вкусно тоже. Опять-таки с лимоном. Такие свежие салаты. Майонез я не добавляю, не заправляю. И подсолнечное масло я тоже не заправляю. Но у меня есть вот такой вот соус. Красивый. Это медовый, горчичный, нежный соус. Я его приобрела на страничке вкусняшки. Из Европы. Короче, у Наташи я приобрела такой соус. Очень классный, очень прикольный. И у Наташи можно там на страничке приобрести разные продукты. За границей. То есть, очень прикольно, здорово. Теперь я могу пробовать что-то такое интересное. Соус прикольный тем, что у него нет такой жирности, как майонезе. Он очень легкий, нежный. И вот эта пряность медовая с горчичкой нежная. Очень придает такой вкус изумительный. Вашим блюдам, салатам. Я его, пожалуй, вот в свой салат тоже добавлю. Ссылочку на страничку Наташи я тоже оставлю внизу под описанием этого видео. То есть, под видео в описании. И вы можете также переходить и приобретать для себя и соусы, там и шоколадки, и колбаски, и всякое всячино. Короче, каждый может найти для себя что-то вкусненькое. У меня отдельно, кстати, есть, есть или, ну обязательно будет, видео покупок на Наташиной страничке. Вкусняшки из Европы. Вот. Обалденно, обалденно. Можно такие еще салаты делать со шпинатом, с листьем салата. Салат Айсберг. Очень вкусно. То есть, что найдете в магазине, можно купить разности и делать такие вкусные свежие салаты. И заправлять легким соусом. Вот так вот. Ну вот, пока я игралась с салатом, с картошкой, наша курочка еще 10 минут побыла в духовке. На камере не видно, но я вижу, она уже взялась корочкой. И я могу выключить, и пусть она стоит еще минут 15. Можно по желанию разорвать пакет, чтобы она еще больше взялась корочкой. Но я хочу, чтобы она осталась сочной, чтобы мясо от костей отходило. Вот. А когда она настоится, я разрежу ее, видите, какая она внутри. Все. Выключаю. И пусть там стоит дальше в духовке. Достали. Сейчас будет вскрытие. Прошлая рука, видишь? В принципе, можно было бы ее еще, но она вот, она уже достаточно красивая. Смотри. Вон, смотрите. Видите? Вот. И вот эта юшечка, то есть оно не вареное мясо получилось, оно довольно-таки мясо в рукаве. То есть вкусненько, аппетитно выглядит. Можно было по желанию и больше подержать в духовке под огнем. Ну, вот так вот она уже готовенькая. Кенг. А вот эта юшечка, это вообще нечто. Ее можно вот так вот, как соус, сверху поливать курочку. А также гарнир можно поливать этим соусом. Он кисло-сладкий, пряный, вкусный. Можно этой юшечкой также полить и пюрешечку. Тоже будет очень вкусно. Смотрите. Ням-ням. Сейчас насыплю и покажу. Вон, смотрите, пюрешечку уже насыпали. Смотрите, какая она красивая. А вкусная. Теперь. Курочка. Мясо от гостей отходит вообще. Красота. Так что порадуйте себя. Удивите своих родных и близких таким блюдом. Вот соусом раз. Сверху полили. Сверху полили. Удивите. Сверху полили. Сверху полили. Псекла. Обязаю. Я попробовала просто смокотище. Прямо отходит. Прямо отходит. Сверху полили. Будет очень вкусно. Сверху полили. И салатик. Чем не прелестный обед или ужин. Так что приятного вам аппетита. Обязательно попробуйте рецепт. И напишите, как вам такие крылья. Все. До новых встреч. Пока-пока. Да. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Все. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.